Страдать хернёй сейчас это выражение часто употребляется в русской речи, но мало кто знает откуда оно взялось. Сейчас я вам всё расскажу. Херня по латыни означает грыжа, и именно этот диагноз добрые военные врачи чаще всего выставляли детям обеспеченных мещан, которым не хотелось служить в армии. Каждый пятый горожанин-призывник в России в конце 19 века исправно страдал хернёй. Крестьянам же херня чаще всего была не по карману, и их забирали куда активнее. И вообще, если разобраться, ничего неприличного в слове хер нет, так называлось в церковно-славянском алфавите буква Х, а также любой крестик в форме буквы Х. Когда крестом вычеркивали ненужные места в тексте, это называлось похерить. Старый алфавит со всеми озами и буквами окончательно отменили в начале 20 века, и слово хер, выйдя из использования, через полстолетия превратилось в синоним коротенького слова, знаете какого. А заодно стал оказаться непристойным и распространённое выражение с похожим корнем «страдать хернёй».